Я знаю, что меня детки здесь ждут, поэтому меня это вдохновляет. Я тороплюсь, быстрее собираюсь, бегу к ним. Елена Пойлова в 8 утра уже в ДРКБ. Спешит к годовалому Богдану. Малыш в пульмонологическом отделении уже две недели. Лечение за врачами, а вот уход и забота от няни. Елену Пойлову здесь знают. Она уже 4 года дарит свою любовь к каждому попавшему сюда малышу, у которого нет родителей. Я считаю, что все мы на землю пришли не так просто. Все пришли с какой-то миссией определенной. Я считаю, что это моя миссия была на земле. И меня это доставляет удовольствие. Не то, что удовольствие, а душа моя радуется, когда я помогаю деткам. Елена Ивановна уже на пенсии. У нее двое детей и четверо внуков. И здесь, в больнице, к каждому малышу она относится как к родному. Говорит, все детки мои. Со многими даже поддерживает связь и интересуется их судьбой. За каждого же переживаешь, привыкаешь, остается как родной. И хочется знать о дальнейшем, какая судьба дальше у них. Как это интересно. Ну, то, что интересно, все равно же переживаешь за его судьбу. Хочется, чтобы все сложилось у них, чтобы все было хорошо. В пульмонологическое отделение малыши попадают с заболеваниями дыхательной системы. Когда рядом мама, ребенок быстрее идет на поправку, говорят врачи. От нянь малыши и получают эту ласку и заботу. С нянями мы работаем очень давно, с нянями мы работаем очень плотно. Сотрудничаем практически в ежедневном режиме, потому что в нашем отделении одномоментно может находиться два, иногда даже и три человека, которые нуждаются в заботе нянь. Если у нас возникает необходимость в привлечении нянь, мы обращаемся в благотворительный фонд, который нам не отказывает, нам помогает всегда. У нас был удивительный случай, когда няня взяла ребенка, усыновила. Ребенок был очень тяжелый, не ходил, не говорил. А когда он появился дома, он в итоге сейчас и бегает, и говорит, и вообще ничем не отличается от обычного ребенка. Аделина Мингазова – руководитель благотворительной организации «Детям». Она вместе с другими молодыми мамами еще в 2007 году в качестве волонтера начала ухаживать за малышами-сиротами в больницах. 13 лет назад создали организацию, и теперь пусть и немного, но оплачивают труд нянь. Эти дети, они не плакали, потому что они привыкли, что к ним никто не подходит. То есть нянечка подходит там раз в три часа покормить и переодеть памперс. И когда ребенок не плачет, это совершенно ужасающая картина. И это навсегда осталось со мной. И когда мы стали с девочками думать, что мы можем сделать, вот родился такой проект, и слава богу, сейчас мы сделали все, чтобы ни один ребенок не оставался один. Няням на помощь приходят волонтеры и молодые мамы. Подарить заботу и хоть немного своего времени может каждый. Сегодня у них есть целое сообщество неравнодушных, которые дежурят в больницах, помогают десяткам детей и делают их жизнь чуточку лучше. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.